еще одна позиция вот мы тут кустарник с травой попремяли более-менее это место простреливаемо и готово для установки мишени и обозначение стрелковой позиции собственно выдвинулись позицию как-то сейчас нас оттепель снова снег рыхлый мокрый а вчера мы сюда когда расставляли мишени опирались например на лыжах но на велосипедах сейчас гораздо шустрее получается на дороге приехали и заходим в лес конечно потихи грубо вчерашним следам давай не будем спокойно дойдем по дороге ты больше сейчас скорее все пойдем на самую дальнюю позицию в которую я смысл и шоу начинается где сошки-то и и и и Слушайте, хорошо, ничего не остановидая. Начинается самое интересное. По сути, начинается лесная охота, когда мы, оставив велосипеды у въезда, углубляемся в чащу леса, чтобы отыскать запрятанные среди всех этих многочисленных деревьев и кустарников стрелковые позиции. Следом за нами в любой момент может выдвинуться президент, который будет отходить, пытаться поймать Беркута. Это настоящее осенне-зимнее лесное противостояние. Чем оно закончится, мы еще не знаем. Но увлекательная охота и ориентирование в лесу уже начались. Вот позиция с комлей. Мы пришли. Слежи, след, след. Слежи, след, след. Так. Так. Соблюдаем конспирацию. Вот. Вот так и идем. След, след. И это позволит нам вычислить нахождение здесь кого-то не было еще. Мы пришли. Слежевая позиция. Так выглядит подготовка к стрельбе. Частично уже зимний камуфляж на винтовке. Он уже есть. На нас его нет, поскольку резидентов на нас не хватает. Так идет. Работа. И это здесь. Но это убито напрочь. Это я даже движ два раза. Но оба раза скользь. И это. Для меня, убитых. Своя и две дополнительные. В квадрате, где резидент устанавливал позиции, происходят странные вещи, исчезают там люди, животные, также внезапно появляются в совершенно невероятных точках мещеры, куда бы они добирались несколько дней, но попали за несколько секунд. Применен зимний камуфляж для того, чтобы минимизировать вероятность обнаружения противника. А противник, как говорится, не дремлет. Сейчас резидент уже наверняка мог как минимум направиться в хитрый лес, искать Беркута, поэтому приходится прятаться. Потеряно в 40 минут, из того времени. Это нужно на один раз будет похвачивать. Беркута, а там что-то операция сообщала, что экшен какой-то начался, в котором успех, кстати, все равно много раз. Беркут, скажи, пожалуйста, две полоски за кем-то... Беркут, первым лучшим. Чудость. Две полоски. За кем две полоски. Записание за тобой. Принято. Чего? Нет. Есть. Принято? Да. Здравствуйте, есть утряст. Проверка, чья липродуктовый звук? Да. Нету. Можно? Точно. Мы придем. Наша тактика не встретиться с Беркутом ни разу. Соответственно, не одевать всякие камуфляжи, не потеть в них. Вот. Такая тактика хитрая немножко. Но имеет место быть. И не терять времени на всякие засады и так далее. Такой... А хитрый лес это который? Хитрый лес это вообще не здесь. Они где-то там стреляют, но пойдем стрелять и по своей машине. По второй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сбить с толку резидента тоже довольно хитрая идея. Создав видимость некого замешательства, нужно идти дальше. Соблюдая все меры предосторожности. Постараюсь идти как можно тише. И быть незаметным. И начнется их шонщик, потому что ставил их резидент. Не вполне четко уже представляю, где он их ставит. Поэтому, по сути, описания их нет. И это начнется самая честная часть снайпинга. По крайней мере для Беркута. Потому что там он абсолютно не в курсе, как чего, где расположено. Свою убил. Угу. А что там угодно? Две полоски заходят. Ага. А, по-моему, вышел. Эээ, не понял. Две полоски. Две полоски. Самый ценный. Отлично. Две дополнительные. Ну что же. Теперь нужно... Теперь надо выбираться отсюда. Да. Не спалившись. Ну там две дополнительных. Тут две дополнительных. Вот. Охота в хитром лесу завершилась. И завершилась она успешно. Довольный Беркут покидает границы огневой зоны. Для того, чтобы резидентовую позицию будет найти непросто. Это объясняется целым рядом факторов. Ну, начнем с того, что ставил их. И, в общем-то... Ну, Захар, если он пошел сейчас в дебазы прямом циркодистке, мы имеем вкусный свежий снять, который нужный... Ага. Узнать, где резидент сидит. Да. Если вы не писали, то это не проблема. То есть Беркут, если он строил засаду, то где-нибудь на одной из своих. Да. Но ждать ему предустоит руку. То есть он готов ждать час. Ну, так он, может, это понимает. Но я тоже думаю, что он это понимает и ждать не будет. Угу. Здесь где-то дождаться. А, во-вторых, он знает, что я могу строить такой блудень, что он ни меня не дождется. Ни мишени, ни мишени, которым он дождается. Так, а попал опять в предыдущее отверстие. Точно попал. Хитрый лес у нас. Все. И мы можем выбираться обратно на дорогу. Навстречу самому интересному на сегодня. Как я считаю, резидент, он... Больше ничего не знали. На базу. И на базе мы оставляем велосипеды. Отдвигаемся уже по резиденту. Вот там-то все самые интересные вещи и будут твориться. Теперь идем в лес, который был на резидентах. И где там... Возможно, даже не... Возможно, и резиденты, и резидентовщины. Но где находится эта резидентовщина, ровно как и сам резидент, мы не знаем. Подградываемся. Идем в президентовом следам. Верху, вверху, 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 вверху. Вспалились. Бегут, бегут. Вот они, вот они, вот они. Убиты. Я справился. Я с позиции возвращаюсь, заметь. Я не буду как караул. Ты еду по домой? Ничего не говори. Чего у меня сейчас так? Вовремя, заметьте. Чего? Вовремя, заметьте. Хотя бы. Или они на дороге-то. Президент, о чем вы говорили-то? А что это я не слышу ничего? Тише сделать. Супер, я вообще камеру не выключу, кажется. О, как. Ага. Что там? Что там? Спереду я развился бы на? Нет. Возьмут, что говорит. Возьмут. И еще север большой, маленький, наверное. Здрасьте, давай уже. Как ты думаешь, что туда? А это они просто возвращались. Мы вас снили оттуда. Следы свежие там. Давай сходим туда. Там ствол выглядит. Ствол. Ствол. Продуктовая группа прибыла. Удут благостные. Вроде все нормально. И тут им граната прилетает. Он, наверное, кричал, что ему гранату не кинули. Короче, ему лень было доставать винтовку. Стрелять. Он словами пытался расстреляться. Да. Вот он какой. А, ну, может, это он сомневался, когда на какую-то дорогу попал. Торопим. Резидентовые блудни в поисках следующей уже последней позиции. Одну мы нашли резидентовую. Да и резидента нашли. После непродолжительных перекриков мы разошлись. И теперь уже смысла нету в маскировке. В общем-то. В этом спокойно ищем четвертую позицию. Вытрапливаем лыжню, которая еще со вчерашнего вечера так и не запорошила снегом. Что удивительно. Снежок все падает. Естественно. Снайперской войны. Вот. Ну да, эхо снайперской войны тут присутствует. Прям даже кадр знакомый. Прям даже он, возможно, где-то мелькал. Вот этот кадр. Ну, резидентский блудень увенчался успехом. И мы нашли позицию. Наши стрелы, бои стрельбы, закончились. Мы возвращаемся на базу. И прямым курсом мы выходим на базу. Даже вверх я взял дополнительно. Очень много. Вот. Так же все крышечки прямо из решетили. Как из пулемета. Ну, то есть как и должно быть. 14.53. Последняя позиция. Попал. 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 Я чувствовал драйв вот именно здесь, на самом деле, в лесу, там как-то ходили, ходили. Если бы я не первым искал мишени, то там, что здесь, мне было бы не просто. Ну да. Засыпал бы там следить, только нашел как-то все. Да, это было бы еще прикольно. Я понимал, что там мы стреляем, не разбираем в позицию, да? Да. Я не так и с первым искал делал. Обратно мы могли его подкараулить. Видите, они как хитры швейфы. Ага. Теоретически, ну нет, мы там бы и ждали. Затик надо было, и не там. И это было. И, во-первых, дороги здесь отбирают. Ну да. Теоретически он осеньем ему сразу не может была на дороге, но он, видимо, не знал, что там дорога. Ну да. И я не мог его за дорогу не воспринять. Нет, ну вот такая дорога, как там может у нас даже дорогу не считается особенно? Мы договорились на дороге. Книга, тут так не было, а вторых, которые договорились, не хотели. База Резидент и... Как это такое? Фалькон возвращаются. База принята. Снег немного липковат, но немного. И вот они, камуфлированные голуби, выходят на тропу охоты в сторону мишени. Спутницких замороженных. И даже Таньяла с ними не пропала и будет их подпинывать в нужные дырочки. Настоящие снежные фрукты с винтовками идут барабанить позиции. Главное давалось, когда они где-то топылить снежные фрукты с винтовкой и группы сопровождения. Это их охрана, которая встает очень рано. Я думал, ты пойдешь на эту, на дальнюю сначала. А ты? Ты решил? Ты решил? Главное действие. Сведем часть на батуту, в ближайшую позицию. А потом перейдем сразу. Что будем делать со стрелями? Ну, думаю, сюда мы перейдем первыми. Когда пойдем в Сибрилет, то, возможно, там еще не успеют отстрелять и, соответственно, залечь на обратном пути и ждать кого-то. Ну, примерно так. На нечестную позицию. Гоблин пошел в обход и, скорее всего, может подкарауливать здесь кого-нибудь. Так что всей нашей толпы есть немалый шанс попасть под его огонь. Ему даже тогда крышечкой выдвинуть не надо будет. Тем более, по эфирту толпы все оставшиеся идут гуськом. Это, конечно, прикольно, но сложно сказать, чем закончится. По обходу к нам. Будем дальше. а что-то попал он пойдет оттуда верного вместе с этой стороны убил лирту убил ты свою ничего свой подбил здесь тяжелые позиции на самом деле я тут тоже только свою подстрелил а 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 и вот тут очень важное приготовление стрельбе рыцарь гоблин сэр рыцарь гоблин разворачивать свой волшебный коврик на которое вкрячит свое дуло вернее дуло винтовки и будет расстреливать ни в чем не повинную висящую на двух березах мишень а итак очередная пальба по мерседесам гоблин долго думал куда полить и вот наконец он выбрал итак изготовка проводится ловко и мерседес должен уйти под пресс так стоп да и мерседес ушел под пресс находим у точки почки и расстреливает ее гоблин точечный выстрел по точке чтобы она даже не шандарахнулась от выстрела а свалилась молодец пробил поставь крест на кресте молодец поставил попал на пол седьмого вниз итак мерседес в очередной раз ушел под пресс все таки крест на кресте еще не поставлен молодец попал итак блестящий блестящий сэр гоблин просто изрешетил эту мишень гоблин советуется с лесом советуется с лесом ему поможет любимая курточка и даже демаскирующая шапочка ему к лицу как военному огурцу блестящее попадание на 5 стрельбе одна своя 4 дополнительных вообще все изрешечено я например здесь попал только в одну свою и больше никуда не попал встреча с друзьями ждет тебя гоблин высматривает свой прицел смотрит ли стрелок лицел альпин гоблин решил заохотить еще и кабанчика которого еще надо найти здесь легкой трусцой он вытаскивает кабанчиков из-под завалов из-под деревьев и смотрит им в дуло в прошлый раз он очень бузьё что его тут стрелял я хочу заметить господа что резидента в этом месте ловить самое накормленное место что получше то есть там еще остались хоть целые крышечки я по два раза стрелял в КГС стрелял три раза во первых там не было круга я стрелял в мерседес один раз как основной потом я попал в крест и Таньяла из леса прискакала два раза в крест и один раз в точку точка я знаю что Таньяла но она сегодня не стреляет поэтому я... попал точки по почкам вот так да? да точки по почкам вот так да я понял целью целью это всех возможных фальконов спрятавшихся в траве они где-то там снуют чеснок жует а он крадет для рту и кто с ними на борту и очень аккуратно двигается дальше легкой трусцой конькобежится а вот здесь уже могут ждать бог уже один дятел его ждет стучит по дереву для фальконов вторым диателем который его ждет пока это загадка но как он крадется есть ли объективность набера пытаясь опорочить его честь Гублин решил пройти сразу к позиции минуя решение да ну ее впит и вот легкая украска тульского самовара он продвигается к позиции в своем белом камуфлированном халате с шапочкой на голове и бинтовкой в руках заход на честную позицию я не уверен попал или не попал нет какая именно полоска да а сейчас теперь ну что а сейчас здорово так какую мне следующую взять тогда квадрат наверно так следующую я беру квадрат его резидент вчера стрелял и вроде больше никто не должен сегодня ну все можно идти охотить кого-то может быть ты кого-нибудь будешь сюда или опускали все сейчас направляются сюда потому что тебе доверяют работу круг и так круг круг должен издать пук с треском а где-то рядом дятел спятил но в круг ты не попал ну короче ты не попал я не видел и вот он круг превращается где-то рядом но не видно взглядом знаешь как и лагинс пачок видишь пачок видишь это пачок пачок так хитрый найден но мы идем дальше в а и сказать свежие это позиция кустиста а а вот конкурирующая группа пришла но обломитесь мы на позиции мы первые пришли до вместо встреч значит сейчас у него крышки крышки пустышки и они и сейчас будет на всем крышка я чувствую, видишь куда попал, в две полосы попал, но она вообще убил так свою убил, ну ты можешь второй раз мерседесик залудить попал в точку, две дополнительных если я не ошибаюсь, это первый раз у меня такой результат на все мои снайпинги позиция комля собственно, вот она, эта комля и если присмотреться внимательно за комлей можно рассмотреть и саму позицию сперва выстрела свою взял там звуки, вот там, блин, какие-то разрушения стреляет на позиции ну где-то в хитомой сон стреляю в мерседес не сдаю хитрый лес, хитрый гоблин хитрый заход хитрая винтовка хитрые кусты, деревья но зайти оттуда, откуда не заходил никто может только гоблин своей уверенной, неожиданной поступью провалчиваем теперь все через хитрый лес ну как известно полный чудес вот на рту закончил стрельбу поставил свой личный рекорд по попаданиям именно по попаданиям а не попадал но это был его личный рекорд с таким результатом он еще никогда не стрелял но у него все впереди возвращаемся на базу может не самым лучшим результатом но не самым худшим точно вот так и рту возвращается на базу ну в общем так незаметно да обычный деревенский парень идет с работы домой по проселочной дорожке это не зима это осень такая вот у нас осень такой вот у нас обычный деревенский парень ну это у нас обычный сюда 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 этот соснячок я не знаю что здесь соснячок вон он тоже уходит с той стороны полос начнем сюда уникальный заход коблина с четвертого измерения на позицию откуда его не ждет никто возможно он сейчас свалится просто на нее сверху мы возвращаемся назад это стратегически оправданный маневр а что вы хотели хитро или не каждому гублену здесь найдется свой снайпер вот он высматривает мишень высматривает где-то возможные степера я думаю что это те самые формы ага и вот мы примерно вышли на позицию которая была на осеннем снайпинге в том году такой же блудень мы совершили с беркутом какой примерно делает гублин сейчас только наоборот только наоборот нет почему я с беркутом нет я как раз отсюда пришел я круг сделал и пришел отсюда они знают как облудленных ну что будешь делать пойдем на последнюю позицию не удешево дожидаться да ну как он будет возвращаться обратно с позиции могу вот да ну да но зато ты можешь спокойно идти на ту позицию ну либо просто отправиться на дальнюю на которой ты еще не был ну вот я тебе сейчас ага либо попробовать его на подходе к этой позиции пока они отстреливаются собираются дорогой айди снайпера айди снайпера пачками пачками лезут ему под дуло но пока он их не замечает потому что высшая гармония тебе на лево на лево тебе высшая гармония подсказывает что альтернативный путь здесь уже не прокатит надо просто идти к мишени тупо грубо и практично идешь к мишени без всякой хрени поднял стол это знак нижней конечности все уже они мили но держит винтовку пока верхними буйными верхними конечностями посмотрел в прицел каждый в прицел в прицел сверху беркус прибыли на базу сверху беркус прибыли на базу да так что у нас что-то сказали сейчас мы берку сверху прибыли на базу но у нас последняя позиция все чай не хочешь? а? чай хм КОНЕЦ Гоглин у нас обошел, сейчас он на данной позиции в хитром, придется передислоцироваться. Так что у тебя только фалькон, кто ждет тебя где-то в каком-нибудь розовом снегу, на бегу. И будь аккуратен, прицел 16-ти кратит, розовеющий удар снега уходит все дальше и дальше, а гоглин приближается к позиции. В своем белом воскресном комупляже. КОНЕЦ КОНЕЦ